Девушки отдыхают Мы обратились в эту компанию, которая размежевала это большое поле. Выбрали там участок и после этого мы оформили все через МФЦ. После этого мы уже отдельно от этой компании заказали геодезиста, который пришел, расставил нам точки и мы начали уже строить забор. Перед покупкой земли необходимо проверить право собственности у продавца, уточнить реальные границы участка и вид его использования. Только после этого можно переходить к заключению договора, передаче денег и регистрации права. Нужно убедиться, что продавцу действительно принадлежит интересующая вас недвижимость. Поэтому для начала попросите копии документов. Для того, чтобы приобрести, вам потребуется договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается, если у нас со стороны продавца один собственник, он заключается в простой письменной форме. Если у нас несколько со собственников у продавца, то договор должен быть нотариально удостоверенный. Если документы в порядке, а личность продавца не вызывает опасений, убедитесь, что размер и конфигурация участка соответствуют тому, что продавец вам показывает. Оптимально, когда в ЕГРН, помимо сведений о собственнике участка, содержатся и данные о его координатах. Однако, как говорится, доверяй, но проверяй, все равно лучше вызвать кадастрового инженера, который выйдет на местность и покажет, как данные ЕГРН соотносятся с реальным положением дел. Я бы предостерег от приобретения земельного участка без каких-либо документов, поскольку вы лишаете себя той защищенности в случае возникновения споров с соседями, вопросов к вам от органов власти. Не дай бог произойдут какие-то вопросы, возникнут с изъятием, вы лишитесь возможной компенсации в отсутствии зарегистрированного права. И, в принципе, в отсутствии проустанавливающих документов регистрация невозможна. Советую обратиться в хорошую проверенную компанию, поспрашивать знакомых, может быть, у них соседние участки продаются. Ну и выбирать именно то место, куда лежит душа. Так, вот у нас будет такой вид со второго этажа. Еще один нюанс – вид разрешенного использования. Информацию, как можно использовать участок и что на нем разрешается строить, можно увидеть в ЕГРН. Соответствующие вопросы можно задать и в местной администрации. Это поможет исключить неприятные сюрпризы после покупки дачного участка. В частности, законом запрещается строить жилые дома на землях сельхозназначения и для сельхозпроизводства или миллиарации. На этот счет есть уже на сегодняшний день позиции судебных органов, есть позиции контрольно-надзорных органов, которые сказали, что земельный участок подсадоводства предназначен для выращивания сельскохозяйственных культур и для организации отдыха садоводов. Поэтому организация животноводчества, разведение кроликов, кур – это, скорее всего, будет признано ненадлежащим разрешенным использованием. Договор купли-продажи может быть заключен в простой письменной форме. В нем важно прописать все характеристики – как дома, так и участка, кадастровые номера, площадь, адрес. Но даже после подписания договора и передачи денег вы еще не стали собственником участка. Право собственности перейдет только после государственной регистрации в ЕГРН. Ни в коем случае не откладывайте совместное с продавцом обращение в МФЦ. Далее все данные будут переданы в Росреестр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова